В субботу 30 марта около полудня Южин Дженк пыталась проникнуть в частный гольф-клуб и флоридскую резиденцию президента Мара Лага. Ей удалось миновать агентов секретной службы, которым она сообщила, что направляется в бассейн. Не вызвать особых подозрений ей помогла распространенная китайская фамилия Дженк. Уже на входе женщина поменяла историю, сказавшись гостей мероприятия дружбы Организации Объединенных Наций, которого не было в расписании, чем вызвало подозрения у работников стойки регистрации клуба. Была задержана и арестована. Президент Трамп, который в это время играл в гольф, позже сообщил, что не переживает за свою безопасность. Я думаю, скоро мы узнаем, что произошло, выясним, откуда она, кто она есть. Главное, ее задержали. И теперь ей предстоит ответить за свои действия. Что я хочу сказать? Я не могу желать секретной службы лучше. Секретная служба проделала фантастическую работу. На данный момент выяснить удалось не так много. Женщина прилетела в США и Шанхай за несколько дней до ареста, а в стране находилась легально. Южен Дженк в понедельник предстала перед Федеральным судом в Вест-Палм-Бич. Ей были предъявлены обвинения по двум статьям. Дача ложных показаний агентам секретной службы, а также проникновение в зону ограниченного доступа. Ей не предъявлены обвинения в шпионаже, хотя у нее были обнаружены жесткие диски с вредоносными программами, 5 сим-карт и мобильные телефоны. Также 8 тысяч долларов наличными, несколько кредитных и дебетовых карт. А более того, специальные устройства для обнаружения скрытых камер. Помощник прокурора сообщил, что не исключает возможность предъявления дополнительных обвинений, но и по уже предъявленным статьям мисс Женкс грозит до 6 лет тюрьмы и до 250 тысяч долларов штрафа. Южен Дженк виновной себя не признала и потребовала назначить суд присяжных. В понедельник судья Вильям Мэттью Мэн отказал Южен Дженк в освобождении под залог по причине того, что будучи гражданкой другой страны, она может уехать из США. Она легко может вернуться в Китай, и Китай откажет в ее экстрадиции. Дело становится интересным, потому что адвокат мисс Женкс утверждает, что она заплатила бизнесмену Чарльзу Ли 20 тысяч долларов, чтобы попасть в Маралагу. Такие туры, которые включали в себя билеты на мероприятия в президентском гольф-клубе, Ли предлагал и другим клиентам. Он также член Ассоциации Дружбы Китая и Организации Объединенных Наций. Некоторые билеты Ли получал от владелицы массажных салонов Синди Янг, которая якобы перепродавала билеты на мероприятия. Она также недавно попала в газетные заголовки. ФБР продолжает расследование в попытке установить факт возможного участия правительства КНДР и секретной службы Китая в обоих делах. В случае с Синди Янг, основательницей массажного салона на юге Флориды, того самого, где по версии обвинения владелец New England Patriots, миллиардер и друг Трампа Роберт Крафт, принуждал к проституции, обвинения Синди Янг предъявлены неволе. Адвокат Южин Дженг заявил, что его клиентка просто хотела попасть в гольф-клуб, купив билеты на мероприятие. Как эти два дела граждан Китая, президента США и его приближенных, связаны между собой и связаны ли, еще придется установить следствию.